Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Давненько мы с вами не виделись, где-то две недели. У меня накопилось достаточно вещей. Сегодня в видео будут только вещи. Женские, мужские, детские. Такое получается семейное видео. Верхняя одежда, обувь, базовые вещи. Я вообще одежду покупаю и ребенку, и мужу сама, поэтому поехали! Начнем мы тогда сразу с верхней одежды. Это утепленный тренч. Он вот в таком пакете и пришел от бренда Хола. Это наш российский бренд. Он уже с подкладом. Черный, удлиненный. Я метр пятьдесят семь, и он мне, ну как я считаю, даже нормально. Не слишком длинный, не смотрится мешковато. Действительно такой добротный, плотненький тренч. Ткань уже здесь плащевка, такая осенняя. Внутри, смотрите, тоже такой черный подклад. У меня в размере XS. В составе у нас стопроцентный полиэстер и верх, и подкладка. Он идет на метр шестьдесят четыре. Ну, мне особо выбирать не приходится с моим ростом. Если что-то сядет, это будет уже прекрасно. Погоны. Кстати, они на пуговицах и не на декоративных. Вы можете поменять их местами. Воротник, стойка. И застегивается он прямо вот так вот под горлышко при желании. Либо можно визуально сделать как двуборный пиджак. Он, кстати, сейчас на акции. Какая-то распродажа. Где-то около трех тысяч я его покупала. На рукавах тоже идут две пуговицы. Вы можете сделать поуже при желании. Можете сделать посвободнее рукав. Все достаточно аккуратненько прошито. И, ну, есть кое-кде ниточки. Это ерунда. Достегивается на пуговицы. Но я его ношу на запах. Здесь шлица не просто идет разрезом, а на пуговках. То есть вы можете ее регулировать в высоту. Вот практически до самого пояса. Вот тренч, который просто тканевый. Вы его одеваете один раз. И он как-то в нем и жарко, и не согреться. А это как раз-таки полноценная уже куртка, можно сказать, на осень. Которая будет и согревать в первые холода. И тренч, вот этот, я думаю, будет актуален еще многие годы. Надеюсь, я его буду носить долго. И прослужит он мне долго. Классный. Ну, раз мы пошли по классике, конечно же, я не могла не купить себе классические брюки. Это бренд BeFree. Размер у меня XS. В составе полиэстер, вискоза и эластан. И брюки со стрелками, но они свободные. Все равно они смотрятся немного в стиле палаццо. Ткань плотненькая, достаточно тяжелая. Они также держат форму. И вот эта вот стрелочка передает элегантности по длине. Они мне, конечно же, длинные. Я буду их укорачивать. Застегиваются брюки на две пуговицы. Одна получается вот эта потайная. И основная черная. И в комплекте идет две пуговицы. Свободные, садятся прекрасно. Мне понравилась здесь высокая посадка. Они не передавливают в поясе, без резинки. Но садятся они очень комфортно. Мне действительно понравились. Не всегда можно подобрать идеальные брюки, чтобы они сели. И вот этот вариант, это самое то. Это прям мои брюки. И, кстати, я заказывала такие же в бежевом. Но с размером почему-то ошиблась. Не знаю, как я взяла больше. Но бежевые смотрятся, на мой взгляд, немножко попроще. А черные, вот эти классические, в сочетании даже просто с футболками, с базовыми какими-то лонгами, смотрятся прекрасно. Я думаю, брюки, тем более в черном цвете, всегда нужны в гардеробе. И всем пригодятся. Как и в школу, в университет. И просто в офис. И на ежедневной основе. От Холла заказала себе два базовых лонга. Это комплект. Они шли прямо так в наборе. Черный, белый. Разные расцветки. Можете посмотреть. И это не взрослый лонг. Это детский лонг. У меня в размере 158, по-моему. 158 на 13 лет. Я заказала сначала на 14. Но мне не понравились, как здесь свободно смотрелись рукава. Дала на размер меньше. В общем, по талии, в груди меня все устраивает. Мне немного коротковатые рукава. Я люблю рукава в лонгах и в рубашках практически во всем. Даже в пиджаках я подкатываю, натягиваю рукава. И здесь так же я делаю. И все смотрится нормально. Даже никакого подозрения и намека нет, что это детские лонги. На более высокий рост по длине они также подойдут. Просто смотрите, комфортно ли вам в детских вещах. Ходите вообще осознавать то, что на вас детская вещь. Мне нормально. Я маленькая, мне приходится изворачиваться, как только можно. И действительно, этот набор выходит очень выгодно. И такой же набор я заказала ребенку. Это мы еще попозже посмотрим, я вам покажу. Здесь идет черно-белый лонг. 100% хлопок. Правильно я не ошибаюсь? Да, 100% хлопок. И они не просвечиваются. Достаточно плотные, комфортные, мягенькие. Я их уже стирала. Никаких катышек не образуется. Кстати, по-моему, взрослые тоже у Хола есть. Ну, я вот прикупила себе вот такие. Покажу вот именно то, что я купила ребенку. Также они шли в пакетики. Тот я просто уже стирала. Два, поэтому они уже у меня без упаковки. Также они приходили вот под связкой вот такой вот силиконовой. 100% хлопок. Размер 122. Возрасту 7 лет. Сначала заказала ему желтый и серый. Но почему-то там были прям даже ребенку короткие рукава. Это, видимо, такая модель. Перезаказала в том же размере. Но синий и голубой. И вы знаете, здесь мне показалось, что рукав как будто бы практически полноценный. И забрала я вот в этом цвете. Но мне кажется, вот эти вот детские лонги чуть-чуть потоньше детские. Те детские вот в этом размере, они чуть-чуть потоньше. Но все так же качественно прошиты. Мне нравится, что здесь вот горловина и в тех предыдущих, и в этих широкая. В руках никаких манжет нет. Здесь просто так же прошиты шовчики. И по качеству они мягенькие, добротные. Не слишком длинные, кстати, по длине ребенку. Хорошие действительно лонги и по цене адекватные. Вот так их две штучки сразу в комплекте идет. Классные, мне понравились. И у меня еще курточка. Это бренд Sella. Пришел он в таком простом пакетике. Смотрите, какая она интересная. Ребенок так был рад ее померить. Она ему понравилась именно по расцветке. Черная куртка, немного в стиле бомбер. Она снизу идет слегка такая под резинку. В общем, посмотрите на ребенка. Девчонки, здесь качество просто превосходное. Много ниток сразу, я говорю. Половина вытаскивается, в принципе, из куртки. Половина можно обрезать, и их видно вообще не будет. Но по качеству она превосходная. Здесь идет именно плащовка такая плотная. Капюшон также под резинкой. Это размер 116. Кстати, размерный ряд 116. Это максимальный. У меня ребенок 117 сантиметров. И она ему села идеально. Но на следующий год, я думаю, она может быть ему либо впритык, либо даже мала. Смотря как он у меня подтянется. Курточка без подклада. С таким лисом. Это она сплошная. Внутри два кармана. Здесь идет именно для садика имя и фамилия наименования. Запасная ткань. Что с этой тканью сделаешь, даже не знаю. Но если только вырвет кусок ребенок ткани. В составе стопроцентный полиэстер. На крепкой молнии она идет. Здесь такая собачка. Прям смотрите. Такая прям чисто для детей. Чтобы не вырвали. Чтобы видели. Чтобы могли спокойно застегнуть. Снаружи два полноразмерных сбоку кармана. И они на молнии глубокие. У меня туда даже рука залезет. И мне нравится, как вообще в принципе сделана эта куртка с подворотами. Вот эти карманы. Все плотненько. Все прекрасно прошито. Вот эти вот рукавчики. Двойная строчка на капюшоне. Сзади вот эта вот полосочка. Она светится в темноте. На рукавах вот такая же полоска. Это именно вот сейчас на сезон. На первое похолодание носить. И она не продуваемая, я думаю, будет. Потому что она плотненькая, хорошая. Увидела в инстаграме образ Ирины Шейх. Такой классический брючный костюм был. Жакет и черный галстук под белую рубашку. Все, я загорелась этим образом. Стала искать себе галстук. Купила вот такой черный галстук. Кстати, бюджетный, хороший. Он идет в небольшую такую вот плиточку. Были более короткие и длинные. Я себе взяла подлиннее. Он просто одевается через голову. Уже его не нужно завязывать. Он уже прошит, как будто его завязали здесь. Завязочки регулируются. Именно вот эта вот горловина, как вам удобней. И захотела я воссоздать такой же образ. Тем более у нас сейчас актуальна будет классика на осень. И именно брючные костюмы, костюмы двойки, тройки и под галстук. Под белую рубашку, попробую под черную. Но хочется, может быть, не на каждый день, но периодически что-то поэкспериментировать очень захотелось. Очень красиво, стильно на ней это смотрелось. Под лоферы, под полуботинки. Ботинки, в принципе, если я даже его не буду когда-то носить, я его могу отдать ребенку на праздники. Он всегда подойдет. Мужу, конечно, он будет маленький. Да и не так жалко, не такие громадные деньги. Но хочется, интересно. Из обуви у меня резиновые сапоги. Я показывала их в телеграм, как только они пришли. Кстати, купила их и на следующий день пошел ливень. Это уже взрослые, это не детские. Ну, конечно, на подростка тоже размерная сетка подойдет. Были в разных расцветках, черные не было. Но я так думаю, что серенькие смотрятся лучше. Я хотела заказать сапоги, но все руки не доходили. Наконец-то заказала за 600 рублей сапожки резиновые с белой подошвой. Они, кстати, смотрятся очень стильненько. На ноге не слишком высокие, не низкие. Внутри нет никакого утеплителя, либо носочков. И писали все, что они большомерки. И я заказала свой размер, 36-й. Мне все идеально подошло. Даже там смогу носить на носочек. Но, в принципе, они идут размер в размер. И плотно на ноге вот здесь сидеть не должны. Дошва резиновая, беленькая. Ведь я их уже выгуливала, примеряла. Тракторная, скользко не будет. Но они такие стильненькие, кстати. Несмотря на то, что я их буду чисто выгуливать куда-нибудь там в садик ходить. И туда-обратно. Но классные сапожки, нужные. Я видела в комментариях, что люди их покупают для леса. За грибами, за ягодами ходить. Вообще, кому-то вроде в хозяйстве нужны. Да, в город в них не походишь. Но, девчонки, у кого действительно дождливая осень. И вы просто ходите там либо в садик. Либо вам недалеко по каким-то вот нужным нужно вот эта вот резиновая обувь. Действительно достойные. Хорошо сделанные. Качественные. Никаких проблем. Все целенькое пришло. Не заломанное. Да, в пакете. Но они пришли целые. Я думаю, теперь будет такая деловая. Ходить с ребенком вместе в резиновых сапогах. Из мужского. Что я вам говорила так же. Это обувь кожаная от бренда Zendon. Вот такие кроссовки, ботинки. Что-то два в одном. Это натуральная кожа. Кстати, мы их мерили сначала в магазине. Но онлайн намного дешевле. Чуть ли не в пол цены. Были и коричневая расцветка. Но мы уже коричневые другие заказали. Покажу, как только придут. Взяли черную. Здесь подошва серая. Прорезиненная. Кстати, она такая рифленая. Скользить не будет. На размер вот эти взяли больше. Компортнее мужу. Вот в 42-м было. У него 41-й размер. Свободненько. В принципе, можно будет и надеть носок. Черная шнуровка. Прошиты они. Проклеены. И здесь дополнительно идет молния. Внутри идет тканевая прокладка. Ну, действительно, такие плотненькие, добротные. Не знаю, как они будут носиться. Но нам понравились. И именно как модель смотрится сама по себе. Это как спилок прессованное что-то. Ну, стоимость 2800 для прессованной кожи вот такой вот пойдет. В них уже походил по квартире. Сказал, очень удобная. Наше семейное видео заканчивается. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Расскажите, как ваши мужья, либо вторые половинки, покупают себе одежду и обувь самостоятельно. Либо только с вашей помощью. До скорых встреч. Всем пока.